Радио Болтком Отпустите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет? Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Ну и всем доброго утра. Начинается программа Климат-контроль. Константин Рангс, морской геолог, ученый, журналист, пишущий о науке. С нами на прямой связи. Добрый день, доброе утро, Константин. Доброе утро всем. Ну вот, глядя на эту погоду снежную, сегодня вообще с утра, конечно, такое ощущение, скорее, вот такого предрождественского, чем 12 марта. Конечно, вот эти разговоры о глобальном потеплении, которые под флагом, которых Грета Тумберг стал знаменитой, популярной, они выглядят как такое, ну, откровенная ирония, издевка, издевательство. И, в принципе, я понимаю, что многие люди, в общем, испытывают большой скепсис по отношению к идеям глобального потепления, выглядывая в окно и видя, какие шутки с нами производят погоды. И вот мы сегодня хотели поговорить вообще и о прогнозах погоды, и когда же, наконец, наступит весна, и о том, насколько вот эти проблемы погоды, подрывают ли они доверие вот к этим теориям глобального потепления, вот если можно на эту тему. Начнем, наверное, с погоды, да, поскольку это актуально. В настоящий момент происходит очень важный момент, очень важный момент. Сейчас переходит, фактически происходит перелом от такой вот уже зимней циркуляции, циркуляции весенней. Вот во многих местах той же самой Риги сейчас наблюдается переход снега в жидкие осадки. То есть уже в некоторых местах из неба идет мокрый снег, и даже увеличивается процент именно дождя. Вот это очень важный момент. Сегодня будет повышаться температура. Это очень опасно, потому что дорога-то еще, собственно говоря, холодная, температура грунтов ниже нуля. И поэтому в многих местах возможно появление вот такого очень неприятного явления, как черный лед. Вот это возможно. Нельзя сказать, что это будет везде. Если будет сильный дождь и сильно потепление, тогда, конечно, такой ситуации не будет. Но нужно брать себе на заметку, что дорога сегодня может быть весьма и весьма нехорошая. Особенно, если речь касается не главных трасс, магистралей, а дорог, так скажем, второго порядка. Вот там вот, когда вы туда съезжаете, там могут быть большие сюрпризы. С другой стороны, что сейчас происходит? Сейчас происходит смена циклонов. Мы чувствуем приход очень мощного с Атлантики циклона. И вот именно он несет тепло, вот это столкновение холодной и теплой массы и создает вот то, что мы видим за окнами. В принципе, в ближайшие сутки осадки еще будут сохраняться. Скорее всего, завтра, в субботу осадков не будет в нашем регионе. Я имею в виду центральную Латвию, Ригу, короче. Ну а в воскресенье придет следующая волна, как ожидается. И там действительно могут быть достаточно кратковременные, но тем не менее вполне себе такие интенсивные осадки. И опять же, это будет смешанная такая вещь, поскольку температура будет постоянно колебаться около нуля. Самая мерзкая температура, которую только можно себе представить. То есть это и может быть плюс один-два, может быть минус один. Предполагается, что есть даже такое предположение, что и до плюс пяти может подняться. Но это не точно. Ну а то, что будет уже в середине следующей недели, как мы уже говорили, на такой срок больше трех-четырех суток, трудно сказать определенное. Но все-таки ожидается, что температура снизится. Но при этом снизится атмосферное давление. Кстати, многие метеорологические информеры сообщают, как раз и предупреждают, что погода в ближайшие двое суток будет не очень благоприятная для нашего здоровья. Ну вот есть еще один элемент, это ожидается небольшая магнитная буря. Где-то с субботы на воскресенье, где-то примерно вот в это время. Но это, знаете, вопрос такой, собственно говоря, какой она будет, какой интенсивности, трудно сказать. Но пока что, да, действительно, если судить за информерами системы Today's Space Weather, действительно, да, увеличивается активность геомагнитная. И вполне возможно, слабая буря таки будет. Так что, в принципе, эти выходные у нас будут серые, мокрые. Влажность практически сейчас на улице 95% как дает. Вот давление сильно скакать не должно, но, тем не менее, все равно это будет такая, прямо скажем, не самая лучшая погода. Одно разное. Сегодня долгота дня в Риге 11 часов 30 минут. С учетом, так скажем, времени зари, утренней и вечерней, уже светлое время суток больше, чем темное. И согласитесь, это не может не радовать. Но будет радовать, когда уже наступит настоящая весна. Вот когда все-таки можно ожидать уже не подснежников, условно говоря, а действительно по-настоящему такой вот весенней погоды. А вот это как раз тот самый случай, что сейчас, с одной стороны, как бы теоретически, должны были бы идти одни циклоны и приносить тепло. Но ведь, с другой стороны, из-за того, что они меняют свои маршруты, уходят к северу, они захватывают большие партии, уходя. Большие порции северного холодного арктического воздуха, и, что называется, напоследок кидают его нам. На, тебе, получить. И поэтому можно предположить, что еще в ближайшие пару, а то, может, и тройку недель, нас ждет, с одной стороны, температура, качающаяся около нуля градусов, ну, с небольшими подъемами, опусканиями. Но, с другой стороны, возможно, кратковременные, кратковременные, но периоды такого пароксизма, судорог зимы. Это, да, это возможно. Но, собственно говоря, к этому надо привыкать. Вообще, обратите внимание, происходит смещение времен года. Декабрь – это еще, по сути дела, месяц осенний. Март – это месяц еще зимний. Да, у нас, кстати, есть звонок. Здравствуйте, доброе утро. Добрый день, доброе утро. Ну, вот я помню, что 8 марта были жуткие сугробы, мы в Шмерве на лыжах катались. А пару раз на субботнике Ленинском, это 20 числа апреля, снег шел мелкий, мокрый. Спасибо. Спасибо, да. Ну, можно вспомнить, что и 1 мая шел снег. И, в общем, действительно, в нашем климате где-то даже до середины мая можно ожидать и заморозков, даже, может быть, и заморозков можно ожидать, и что-то там с неба будет белое сыпаться. Но факт тот, что действительно происходит вот такая вот раскачка погоды, и нужно быть абсолютно, так скажем, спокойными, если, например, в апреле месяце у нас будет несколько вполне снежных дней. Но сейчас, в ближайшее время, это будет время такой хорошей серой слякой. Так что, как говорится, к этому нужно быть готовым. Но завтра, скорее всего, дождя и снега не ожидается. Поэтому в субботу это будет тот день, когда стоит воспользоваться погодой и погулять. То есть, можно сказать, что это слякоть, связанная с повышением влажности, да? Нет, скорее, влажность связана с тем, что у нас выпадает много осадков, и температура качается около полюсовых значений. Все-таки надо отметить, что, да, действительно, это же не морозная зима, когда воздух высыхает просто, ну и не жаркое лето. Как раз вот такая, на самом деле, весьма мерзкая погода в плане размножения всевозможных вирусов и микробов. И плюс. Любят они такую погоду, любят на улице. Поэтому надо, так скажем, соблюдать дистанцию, соблюдать. Насколько вот идеи глобального потепления на фоне вот этих каких-то климатических аномалий имеют под собой основания? Тем более, что в последнее время чаще в прессе пишут о том, что ученые предсказывают наступление наоборот ледникового периода, малого ледникового периода. Ну, надо сказать, что наступление этого ледникового периода, оно обязательно будет, как бы в теории. И вообще, через несколько тысяч лет, как вот говорят, все равно наступит новый ледниковый период, появится новый, мы же живем в период межледниковья. Появится новый ледниковый период, новые ледники, они срежут все города и веси бульдозером, вплоть до, ну, линии где-нибудь там Киев, Москва на востоке, да, вот, в Европе проедутся, вот, следов не останется ни от Лондона, ни от Амстердама. То есть, да, это будущее такое, причем в геологическом смысле не то, что это будет очень давно, очень далеко этот вот подход произойдет. Но все дело в том, что непонятен действительно фактор наблюдаемого сейчас изменения климата и большого, и стремительного, это действительно факт, роста содержания углекислого газа и метана в атмосфере. Поэтому, конечно, можно много очень различных гипотез создавать, но факт там, что этот факт тот, что вот этот вот рост, он имеется, он наблюдается, и никаких хороших, положительных, скажем, изменений особо это не несет. И вот тот очень интересный момент, хотелось бы заметить. На минувшей неделе произошло событие, которое опять с завесой ковида, и всех скандалов вокруг него с вакцинами, как-то прошло мимо. А ведь вещь очень интересная. Дело все в том, что американские журналисты взяли короткое интервью, видеоинтервью у Греты Тундер. И задали вопрос, как она относится к политике президента Джо Байдена. Ведь стоит вспомнить, что всего лишь полгода назад Грета Тундер, что называется, топила по полной за Джо. Ну, потому что он же сторонник зеленых изменений, и все. И девушке казалось, что вот-вот он пришел, политик, который действительно сейчас пойдет путем науки и будет думать о нуждах всего человечества. И сейчас она просто, стоило посмотреть эту запись, легко найти в интернете, она ошарашивает. Она говорит прямо, что это, то, что сейчас происходит, это ведь политика. То есть нужно думать о глобальном потеплении, как о кризисе, то есть о явлении, которое охватывает всю планету и охватывает всех людей. А с ее точки зрения, то, что сейчас делает администрация Байдена, это как раз использование этого вопроса в политических целях. Вот тут очень важно понять, что же произошло с политическими целями. Мы все помним сообщение, мы сами об этом рассказывали, что да, Байден не успел зайти в Белый дом, в овальный кабинет, и тут же подписал запрет о строительстве трансконтинентального трубопровода из Канады к мексиканскому Калифу. Второе, он подписал возвращение, или первое, там по очереди, в Парижское соглашение, и третье, мораторий на выдачу участков, на работу на шельфе и ванны. Казалось бы, вот оно, да? Но надо сказать, что Греты, или те люди, с кем она работает, старшего поколения, они обратили внимание на последующие документы. А последующие документы уже, кстати, попали под критику самых зеленых, которые раньше, что называется, восхищались идеями Байдена. А в частности, это касается чего? Байден объявил, собственно говоря, что любые действия, направленные на усиление глобального поколения, это, по большому счету, удар по безопасности Соединенных Штатов. Ну, по идее, вроде бы получается, что, конечно, если Штаты — это часть планеты Земля, и у меня кто-то, так что называется, коптит небо, то он ухудшает условия жизни на всей планете, для всех людей, и в том числе для американцев. Ну, логика есть, да. Но какие из этого возможны следствия? А следствие следует. Соединенные Штаты, как самая мощная экономическая держава, она в силу налагать санкции на те производства, на те страны, которые слишком активно коптят небо. Вот тут сразу большой намек на то, что делает Китай, потому что Китай — абсолютный мировой лидер по выбросу парниковых газов на планете. Это очень важный момент. И таким образом нужно учитывать, что есть и другие кандидаты. Вообще в этой группе Индия тоже очень, так сказать, мощно коптит небо. Россия, хотя на четвертом месте, но ее количество гораздо меньше, чем у лидера. Поэтому именно Китай оказывается в, так скажем, фокусе внимания. И получается еще какая вещь. Если предприятие, не важно, это будет Китай, это будет какая-либо другая развивающаяся страна, страна третьего мира, она производит какую-то продукцию, которая выбрасывает слишком много углекислого газа, получается, что эта страна или эта компания наносит ущерб Соединенным Штатам Америки. И Соединенные Штаты Америки вполне соответствующие санкции могут, так скажем, налагать соответствующие санкции или какое-то еще оказывать давление на эту страну или на эту компанию, в частности, чтобы, так сказать, увести ее от этой вредной технологии, пусть она переходит на технологии положительные, хорошие, акцептированные. Так а что в этом плохого? Я бы сразу провел параллель с коммунальной квартирой, где жильцы вот одной квартиры, ну, не знаю, варят какой-нибудь вонючий суп, и вот все остальные ужасно недовольны, потому что эта вонь разлетается по всей квартире, и вот какая-то квартира говорит, что мы будем налагать санкции, ну, то есть вот будем бороться с жильцами этой квартиры, чтобы они как бы уменьшили выбросы вредной вони в атмосферу квартиры. Ну, вот Грета Тундерк, она говорит о том, и, кстати, ну, права с моей точки зрения, что относиться к этой ситуации, к изменениям климата, нужно действительно как кризис. То есть нужно думать о том, что каким-то образом решить вопрос благо для всех, win-win, да? И надо заметить, что в том же самом Европейском Союзе, правильно говоря, тоже настроены в общем-то именно на свой подход. Но администрация Байдена, судя по всему, она именно относится к этому вопросу как к политическому инструменту. Это шикарный появляется повод, во-первых, для продвижения американских технологий по всему миру, потому что, как бы, Америка впереди всевозможных природоохранных современных технологий, и появляется, как бы, обоснование, почему мы продвигаем именно нашу технологию условно в какую-то страну третьего мира. Да, очень все просто, потому что мы мировые лидеры, и потому что мы защищаем в том числе свое собственное население. То есть мы беспокоимся о безопасности Соединенных Штатов. То есть, как ни кинь, крайне удобная позиция. И, опять-таки, повторюсь, ясное дело, что эта позиция весьма будет поддержана как бы и американским бизнесом, а, с другой стороны, и широкими народными массами, потому что нормально, это работа на американском народе. Тем более, если это будет поддержка американского бизнеса, то американцам и роптать-то нечего. Наоборот, только нужно двумя руками аплодировать за эту, скажем, за эту программу, потому что это будут новые рабочие места. Как же стоит, отметим, на этой неделе в Европейском Союзе Европарламент голосует за введение особых вод. Не точнее не квот, а налогов углеродных, которыми должны будут быть обложены продукты, товары, которые придут за пределы Европейского Союза, и которые будут также выращены технологиям, не соответствующим новым европейским природоохранным нормам. Но пока это еще декларация, конкретных правил нет. И уже, кстати, предсказывается, что, так скажем, внедрение таких вот систем, они хотят замахнуть вообще на глобальный масштаб, такое введение таких систем будет тормозиться крупными эмитентами этих стран, которые выбрасывают. Тот же самый Китай, Индия, Турция, Россия упоминают. Поэтому надо заметить, что вот сейчас как-то так незаметно, но тем не менее происходит очень важный момент. Борьба за окружающую среду, борьба с глобальным потеплением превращается в пролог очень мощного экономического противостояния в глобальном планетарном масштабе. 67212-93-9. Вот был звонок, не успели мы его принять. Если хотите ставить свое мнение, пожалуйста, перезвоните. А вот какие продукты могут в результате подорожать, то есть о каких продуктах идет речь, то, что ввозится в Евросоюз и что выращивается с нарушением норм? Ну, не только выращивается, но, например, смотрите, очень большой критике сейчас подвергается производство хлопка. Хлопок-то сейчас в развитых странах не выращивает. Выращивается в странах третьего мира. Для производства хлопка необходимо огромное количество совершенно питьевой воды, чистой, пресной воды. Необходимо большое количество энергии. И если начать считать всю энергию, которая идет с момента, что называется, начала культивирования и до окончания переработки и получения ткани, то выясняется, что у этого натурального хлопка очень большой углеродный след. Есть другие варианты. И, например, известно, можно получать вискозное волокно. Вискозное волокно – это волокно хоть искусственное, но оно природное. Это же целлюлозы из древесины или бамбука того же. И вот что очень интересно, что старые технологии, они тоже, в общем-то, не самые чистые. Но сейчас появляются новые технологии, которые активно разрабатываются и разработаны в тех же самых развитых странах. И получается, что либо странам третьего мира предложат перестраивать свои технологии, перестраивать свое производство по новым технологиям, либо их продукцию, их ткани будут обкладываться вот этим самым налогом. То есть это для стран третьего мира будет, что называется, удар-поддых. И вот это касается и многих других вещей. Ну, например, производство алюминия. Алюминий очень востребован в современной цивилизации. Это и баночки, и возможные упаковочки, и, собственно говоря, детали самолетов делают из алюминия, и много чего еще. Да, посуда. В общем, очень хороший и полезный продукт. Но вопрос весь, как его производить, как ему плавить. И вот дальше возникает вопрос, откуда вы возьмете электроэнергию? Потому что для его получения нужно очень много электричества. Вот, например, есть сибирские производители алюминия. Так они довольны тем, что у них стоят очень мощные гидроэлектростанции, которые дают много электричества, и которые позволяют им плавить алюминий и даже делать его особый бренд. Это алюминий, выпущенный именно с использованием возобновляемой энергии. Естественно, у конкурентов называется нервный тик от этого. Потому что они, допустим, для получения того же самого электричества должны сжигать уголь. И тогда, как только будет введен вот этот налог, возникнет еще одна очень интересная вещь. Сами страны третьего мира, но я говорю в данном случае с делами самых развитых стран, возникнет конкуренция между собой, конфликт между собой. Что тоже облегчит ситуацию для стран развитых, из-за того же Европейского Союза и США. Поэтому я и говорю, что уже комментаторы говорят о том, что это очень наступает период, когда вроде бы благая идея борьбы с выбросами может привести к очень нехорошим последствиям увеличения международной напряженности. Сначала это будет экономика, но, как говорится, за экономикой уже пойдет и политика. А когда кончаются слова, то начинают говорить пушко. Это тоже очень опасный момент. И, как было неоднократно в истории, все это начинается, заметьте, очень так тихо, спокойно, куча у человечества других проблем, хотя вот эта проблема, она будет очень и очень серьезной. Насколько мы можем ожидать в реакции Греты Тумберг, которая так реагирует на политику Джо Байдена, насколько голос Греты Тумберг может быть услышан, и насколько ее позиция может получить какое-то одобрение в мире, во всяком случае, поддержку? Ну, я не думаю, что Грета Тумберг, и не думал никогда, что это вот тот самый мыслитель, который задает. Она хороший тот лидер, который идет впереди колонны. Она артикулирует многие вещи простыми словами, которые поймут не только ее сверстники, но и, допустим, их папы и мамы. Но дело другого роля, что, несомненно, сейчас те, кто считает, что, в принципе, нужно думать в свете изменения климата глобального о благе всех, нужно думать не только о интересах конкретных корпораций развитых стран, но и о многомиллиардном населении всей планеты. Вот эти люди, конечно, будут сейчас, весной этого года. Я не сомневаюсь, что появятся всевозможные инициативы. И вполне возможно, та же самая Грета Тумберг их озвучивает. Она все-таки персона раскрученная. Но я не исключаю, что появятся еще какие-то новые борцы, новые активисты, которые попытаются, так скажем, открыть глаза на то, что иногда стремление к благим целям может привести нас и два. Вот это очень важный момент. Слова Грета Тумберг, которые уже цитируются, что глобальное изменение климата – это кризис, а не политика. Вот я думаю, что их сейчас будут поднимать с наступлением весны, когда сейчас прояснится позиция Соединенных Штатов, администрации, какие-то будут первые действия, и прояснится позиция Европейского Союза, и в частности Европейской комиссии по поводу углеродного налога. Вот после этого тогда и поглядим, что произойдет. У нас между тем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Рангс, я бы хотела узнать, какие допустимые показания должны быть на детекторе СО2. Вот у меня есть детектор, и какие значения должны быть, чтобы можно было жить нормально в квартире? Ну, вообще, знаете, можно сказать так. Сейчас в атмосфере среднее значение 400 ppm. Вот 400 частей на миллион. Вот это, так скажем, среднее значение по планете. И если у вас значение отличается от 400 незначительно, то можно сказать, что у вас в квартире прекрасная вентиляция, свежий воздух, и беспокоиться вам нечем. Да, хорошо, спасибо. А вот если у меня 900 тысяч, это ненормально у ФСПП. Ну, это просто, это, естественно, для помещения. А вот если у вас на порядок будет больше, то тогда да. Вообще, в этом отношении я стоил бы вам посмотреть существующие нормы. Нормативы. Они есть. Нормативы для разных помещений в разных условиях. Но то, что у вас есть такой прибор, это замечательно. Это нормально? Вы обязательно сравните, когда у вас есть проветренное оповещение, вот проветрите его, знаете, со сквознячком, посмотрите. И посмотрите, если вы закроете окна, и посмотрите, какое оно будет, это состояние. Да, у меня постоянно. Я живу с открытыми окнами и зимой, и летом. Потому что дышать нельзя. А в каком районе? Есть вопрос еще, какое количество углекислого газа на улице, где вы живете, видите? Все-таки в центре города его содержание углекислого газа, конечно же, выше, чем, допустим, в лесопарках вызвать. Ну вот, к сожалению, человек уже повесил трубку, потому что как раз я хотел узнать, в какой районе наши слушательницы проживают. Потому что тогда бы это, может быть, прояснило многие вопросы. Да, ну и, наверное, вот уже подводя итоги, мы понимаем, что таким образом Грета Тумберг, может быть, артикулировала и озвучила, опять-таки, какой-то момент недоверия. Недоверие мировым лидерам со стороны простых людей, которые опасаются, что попадая в какой-то круги амбиции, каких-то политических желаний лидерства, может быть, вот эти лидеры могут нанести ущерб окружающей среде, исключительно преследуя эгоистические цели. Ну, скорее всего, да. И, конечно, эти идеалисты, их так можно назвать экологические идеалисты, они будут бороться. И, в принципе, дай бог, чтобы каким-то образом им удалось убедить избирателей критически относиться к словам. И убедить в том, что невозможно в наше время процветать, сидячи в своей, так скажем, квартирке, какая была ни была, она богатая, те же самые Соединенные Штаты или Европейский Союз. И заставлять весь остальной мир вести себя так, как им хочется, даже, может быть, из самых плохих побуждений. Всегда надо учитывать, так скажем, особенности, ситуация, которая сложилась у наших соседей по планете. Ну, вот будем смотреть. Но это очень важный момент. Стоит эту неделю, что называется, запомнить, потому что, не думаю, что к маю месяцу мы уже услышим о новых выступлениях, о новых идеях. И дай бог, чтобы эти столкновения мнений были конструктивными. Спасибо большое, Константин Рангс, программа «Климат-контроль». До следующей пятницы. Всего доброго. До свидания.